всем привет в этом видео уроке я хочу вам показать и рассказать как вяжется вот такой оригинальный и в то же время в выполнении очень простой осенне-весенний беретик на окружность головы приблизительно 53-55 сантиметров достаточно будет и на тот и на тот то есть если вам понравилось присоединяйтесь сейчас мы будем вязать итак для вязания нам понадобится пряжа alize lana gold fine можете взять любую пряжу которая будет 100 граммах приблизительно 390 метров понадобится нам метр сантиметр в общем для измерения окружности головы и длины в общем диаметра шапочки и крючок данной ситуации я беру 1 и 7 то есть хотите если у вас есть двоечка троечка я вязала такой беретик и тройкой с половиной в принципе довольно таки получается аккуратно единственное смотрите высчитываете потом петлю для правильного диаметра итак начнем набираете 4 воздушные петли 1 2 3 4�� замыкаете в пальчики зимая на кроечку экологически и набираете снова четыре воздушные петли 2 3 4 продеваете голочко делаете 1 столбик без наркота и снова четыре переделечки 1, 2, 3, 4 воздушные. И снова столбик без накида в колечко. Снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли, столбик без накида в колечко. 1, 2, 3, 4, столбик без накида в колечко. Так нам нужно сделать такой некий цветочек из шести лепесточков. Снова 1, 2, 3, 4, снова столбик без накида в колечко. Снова 1, 2, 3, 4, столбик без накида в последний колечко. У нас получился вот такой маленький цветочек из шести лепесточков. Продолжайте. Снова 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И уже первый лепесточек делайте 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь снова 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Во второй лепесточек делайте 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, смотрите, чтобы ниточка не разсоединилась. 2 следники. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Третий лепесточек делайте 2 столбика без накида. Снова 1, 2, 3, 4. Четвертый лепесточек уже 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Пятый лепесточек. 2 столбика без накида. И последний 1, 2, 3, 4. 2 столбика без накида в лепесточек. Шестой последний ляжь. Смотрите, это провязали мы второй ряд. Теперь продолжайте в том же духе, но только постепенно. У нас будет прибавляться количество столбиков без накида, которые у нас были провязаны в лепесточек. Вы сейчас схему поймете такую, ну, она очень-очень-очень простая, поэтому следите просто внимательно. Смотрите, снова провязываете 4 воздушные петли. У нас, вот видите, было, вот, как сказать, первый вот этот наш стебелечек лепесточек, в общем, цветочка. Провязываете, у нас было 2 столбика без накида, поэтому здесь провязываете, вот, смотрите, столбик без накида, мы будем потом постепенно прибавлять. Поэтому, смотрите, первый лепесточек вы провязываете, как всегда, 2 столбика без накида, но уже постепенно добавляете вот этот столбик с предыдущего ряда. И один столбик без накида, который был в предыдущем ряде, вы оставляете пустым, то есть перед колечком вашим должен быть один столбик без накида пропускаться. Теперь поймете, почему. У нас постепенно рисунок будет сходиться, как бы, таким вот, как бы дырочки вы видели на берете, они немножечко уходят в сторону. И вот почему нужно это смещение, для того, чтобы смещение происходило именно вот этим дырочком. Теперь смотрите, снова набираете 2, 3, 4 воздушные петли и снова 2 столбика без накида, плюс с предыдущего ряда 1 столбик без накида. Один у нас остается не тронутым. Теперь снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 2 столбика без накида в колечко с лепесточек и один добавляете с предыдущего ряда. Теперь снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 2 столбика без накида и один добавляете с предыдущего ряда. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 2 столбика без накида и один добавляете с предыдущего ряда. Теперь снова 1, 2, 3, 4, снова в лепесточек, 2 столбика без накида и один с предыдущего ряда. Это у нас третий ряд. 1, 2, 3, 4, снова 2 столбика без накида, но теперь у нас уже начинается четвертый ряд. Смотрите, здесь у нас уже 2 столбика провязываем с предыдущего ряда. Третий столбик, который у нас был без накида, мы оставляем пустым. Теперь снова 4 воздушные петли, 3, 4, снова 2 столбика без накида в предыдущий ряда. И 2 с предыдущего ряда мы провязываем с столбика без накида уже здесь. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 2 столбика без накида в предыдущий ряда. Не забывайте, чтобы у вас перед предыдущей дырочкой был 1 столбик без накида пропущен. Теперь снова 4 воздушные петли, 3, 4, 2 столбика без накида. 2 столбика с предыдущего ряда. И так продолжаете вязать дальше. У вас постепенно будет 4 воздушные петли, у вас постепенно будет прибавляться количество петель в предыдущих рядах. Не забывайте обязательно последнюю, оставлять непровязанную. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, снова 2 столбика без накида, 2 столбика без накида в предыдущий ряда. 1 столбик обязательно оставляете непровязанную. И провязываем 3, 4, 1, 2 столбика без накида в колечко наше, в лепусточек. И уже здесь, смотрите, прибавление идет уже в 3 столбика без накида. То есть уже пошел следующий ряд. И постепенно у вас будет прибавляться, делайте обязательно в колечко 2 столбика без накида. И постепенно прибавляется вот здесь, вот в наших столбиках количество петель. И благодаря этому у нас будет увеличиваться промежуток между нашими, получается, дырочками. Вот так, таким образом, вот таким цветочком нам нужно провязать объемом в 28 см. Итак, довяжите кружочек 28 см, и мы с вами продолжим. Я вам расскажу, как нужно будет дальше. Поэтому до встречи в следующем нашем уроке.